Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеш. Я и вначале коротко о некоторых темах выпуска. В доме, на который пожаловались президенту, нет участников войны. Сегодня здание обследовала комиссия. Мэр в роли экскурсовода. Глава Сочи вместе с журналистами подвел итоги 100 дней своей работы. В Сочи на обычной пятиэтажке появилась мемориальная доска. Ее установили в память Владимира Мартыненко. Дед Мороз сменил сани на автобусы, спел дуэтом со Снегурочкой. Подключились и пассажиры. В домах на улице Мацестинской, на которые пожаловались президенту, нет ни одного ветерана войны. Напомню, накануне на пресс-конференции Владимира Путина главный редактор газеты президент Сергей Комков рассказал главе государства о проблемах с жильем ветеранов Великой Отечественной в Сочи. Как обстоят дела на Мацестинской, накануне лично проверил глава города. А уже сегодня дом обследовала специально созданная комиссия. На большой пресс-конференции президента журналист рассказал Путину, что ветеранские дома в Сочи превращены в трущобы и разваливаются, а ветераны живут как бомжи. А между тем администрация Сочи сносит многоквартирные дома по всему городу. Упомянутые ветеранские дома на улице Мацестинской были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и изначально там действительно жили ветераны. Сегодня же это обычный жилой дом, где проживают горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Накануне ситуацию прокомментировал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани нет нарушений прав ветеранов Великой Отечественной войны. Я хочу с самого начала сказать, что журналист, который задавал вопрос к президенту, ввел президента в заблуждение. Я хочу сказать, что жилье находится в хорошем состоянии, совсем не в ужасающем, как это было преподнесено в течение получаса. Мэр Сочи был на этих домах, он дошел к ветеранам, дома в хорошем состоянии, лифты работают. У двух человек это ветераны, которые приравнены к участникам Великой Отечественной войны 1939 года рождения. Вопросов никаких к мэру не было и абсолютно не в доумении, откуда и почему вообще возникла эта проблема. Я думаю, я думаю, что эта проблема продиктована вот теми заказчиками самовольного строительства. Потому что действительно мы максимально активно сегодня сносим дома, которые в Сочи самовольно построены. Это принципиальная позиция моя, это принципиальная позиция сегодня мэра Сочи. И я знаю, что эта позиция поддерживает президент. Накануне на место выехал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чтобы лично разобраться в этом вопросе. Все необходимые службы, специалисты прибыли также сюда со мной, с правоохранительной службой, чтобы оперативно посмотреть и оценить обстановку. С сегодняшнего дня мы начинаем по квартирный обход, сам проехался по лифтам, по всем, лифтовое хозяйство исправно. Здесь есть, это десятиэтажный дом, здесь есть замечания у жителей, которые живут на десятом этаже, о том, что сверху с крыши у них есть определенные подтеки. Эти подтеки завтра мы можем оценить в светлое время суток. Уже утром зайдут соответствующие бригады, специалисты, посмотрят на хозяйство на крыше, посмотрим, также жители жалуются, что есть в подвалах вода, обследуем все. К обследованию дома коммунальные службы вместе с чиновниками приступили в 8 утра. Тепловой узел у нас в нормальном состоянии, все здесь отрегулировано, все отремонтировано, все утеплено. Есть немножко воды, но ребята сбрасывали, вот еще не высохло. Так что все в пределах, я считаю. Жалобы по теплу были? Нет. В этом отопительном сезоне нам тоже не поступало. Ну, они были, ну, совсем мелкие, мы устраняли их тут же. Я так понимаю, там внутриквартирный свет был, взрыв с внутриквартирными сетями. Да, хорошо. По остальным коммуникациям вопрос, есть свет? Нет вопросов с водой. Все посмотрели, проблем особых никто не увидел, и я в том числе. То есть все, что, скажем так, существует здесь, какие проблемы существуют, мы стараемся быстренько просто отремонтировать, быстренько отреагировать, быстренько решить вопрос. Я не думаю, что тут какие-то серьезные ситуации, аварий. Аварий здесь точно нет. И то, что было сказано на пресс-конференции, это, ну, не знаю, как это назвать, лукавство. Дом специалисты обследовали, начиная с фундамента и до самой крыши. Прочистили и ливневки с колодцами. А найденные недостатки и неисправности занесены в дефектные акты. В народе его называли, что социальный дом, социальный дом. Тогда была политика городской власти, как раз предоставлялись жилье, как временное ветеранам действительно Великой Отечественной войны. Но на сегодняшний день они все уже были давно отсюда переселены, и им были предоставлены квартиры, помещения, жилые. Сегодня здесь ветеранов, участников Великой Отечественной войны нет и не проживает. Сегодня статус дома не имеет никакого социального специализированного статуса. Это обыкновенный муниципальный многоквартирный жилой дом, вторичное жилье. Со своими проблемами и чаяниями жители домов на Мацистинской обращаются не только в районную городскую администрацию, но и приходят в местный ТОС. Гарник Ситракович живет на 10 этаже. Лифт для него единственный способ попасть на улицу. У 80-летнего сочинца нет одной ноги. Потерял в бою, но не на полях Великой Отечественной. Однако гарник Матывасян приравнен к статусу ветерана. Только лифт немножко 100. Остальные у нас все нормальные. Теплые, батареи греются, все, свет, вода всегда есть. В свое время пенсию компенсацию дают, помогают. И спасибо, и президенты, и нашу миру городу спасибо. У меня проблемы нет, дети мои. У меня все есть. В свое время компенсацию дают. Даже к нам ходят, подарками. Все. Я очень доволен. Общественная организация находится неподалеку. А потому председатель ТОС Мацеста всегда в курсе всех дел в домах на Мацестинской. Это нормальный жилой дом, многоквартирный. Естественно, там есть проблемы из-за того, что приходили разные управляющие компании и практически их не обслуживали. Вчера, когда сказали, что ветераны наши живут в трущобах и что они заброшены, и на них никто не обращает внимания. И, наверное, обидно всем людям услышать было такое. То, что у ветеранов нет проблем, похожих на те, которые президенту страны озвучил журналист, утверждает и председатель Сочинского совета ветеранов. Эти дома к ветеранам никакого отношения не имеют. Для социально незащищенных дома были построены. И если даже где-то раньше, ну там, может быть, и проживал кто-то, их потом переселили в дома для ветеранов, участников Великой Отечественной войны, построенной в Лазаревской. Там совершенно другая структура. Там создан целый комплекс, ну там более около двухсот квартир, а то, может быть, и больше, где проживают тут ветераны, участники Великой Отечественной войны. К слову, квартиры и дома, в которых проживают ветераны, в Сочи начали обследовать еще месяц назад. В городе к 75-летию Победы заработал штаб, члены которого проверяют не только условия проживания ветеранов, но и их состояние здоровья. Ко всему прочему, губернатор Кубани выделил средства для поддержки этой категории по всему Краснодарскому краю. Что же касается домов на улице Мацестинской, то их полностью отремонтируют, а рядом оборудуют детскую площадку. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В центре Сочи на обычной пятиэтажке появилась мемориальная доска. Ее установили на доме, где жил герой Советского Союза Владимир Мартыненко. Владимир Мартыненко – военный летчик. После войны занимался испытательской работой. Во время подготовки к испытанию на новой земле самого мощного термоядерного заряда был назначен ведущим летчиком. Взрыв был произведен на высоте 4000 метров над целью. За мужество и героизм, проявленные при проведении воздушных ядерных испытаний, Мартыненко был удостоен звания Герой Советского Союза. После увольнения в запас жил в Сочи, здесь же и похоронен. Вдова с просьбой почтить память героев в преддверии юбилейного года Великой Победы обратилась к главе Сочи Алексею Копайгородскому. Он не говорит, он не обещает, он просто делает. Вот за это я ему очень благодарна и вообще всей команде, которая, как я наблюдаю, повернулась лицом к людям и вижу совершенно искреннее желание помочь каждому из живущих сочинцев. Мемориальная доска установлена на доме номер 61 по улице Рос. В центральном районе открыта еще 21 памятная доска. Всего в Сочи в преддверии 75-летия Победы Великой Отечественной появились 40 мемориальных табличек. Около полутора миллиона туристов ждут горнолыжные курорты Сочи. Зимний сезон уже стартовал впервые. Все 177 километров трасс будут доступны по единому ски-пасу. Об этом и других новинках предстоящей зимы в материале Татьяны Говорковой. В этом сезоне Красная Поляна – это не только название известного поселка. Так теперь называется и горнолыжный курорт, который первым по пути из Сочи встречает туристов. Пока снег есть только на вершинах, но горнолыжники уже в полной экипировке. 6 декабря было открытие. Народ приезжает. Люди все больше едут, 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 потому что открываются и другие курорты. Плюс погода хорошая, хорошее настроение. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть мы движемся к Новому году. В этом году мы сертифицировали дополнительно существующий трасс, это более 2 километров. Также в этом году мы дополнительно удвоили зону вечернего катания. Она заработает чуть позже, по мере того, как выпадет снег на более низких отметках. Думаю, что к Новому году мы вас удивим большой новой зоной вечернего отдыха и зоной опрыски, которая впервые в России появляется сейчас в Красной Поляне. Это будет на основе одного из лучших опрыски Европы. То есть мы принимаем европейский опыт, организовываем такое развлекательное, веселое место здесь у нас в России, на курорте, по аналогии с Францией. Эта зима войдет в историю стартом программы «Единого ски-паса». Он начнет действовать с 20 декабря во всех горнолыжных курортах. Воспользовавшись ски-пасом, туристы смогут бесплатно проехать на автобусе, так называемом ски-басе. Он будет курсировать между курортами ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Ну а что касается самого ски-паса, то у него будет несколько тарифов – однодневный, сезонный и на несколько дней. Таким образом, гостям будут доступны все 177 километров трасс трех горнолыжных курортов. При этом цены поднимать не будут. Приехала сюда отдыхать в отпуск буквально вчера и была удивлена, когда узнала, что водится «Единый ски-пас». Я думаю, считаю, что это очень будет удобно для посетителей. Может быть, где-то они и секомендуют. Для активно катающихся, я думаю, будет это удобно. Кто мобилен, кто передвигается, кому разные интересы. У нас, когда мы с детьми приезжаем, нам это не очень интересно, поскольку мы не будем кататься, ездить с одной горы на другую. Ну а так, я думаю, нормально в любой момент. Горнолыжные курорты Сочи привлекают не только любителей лыж и сноуборда, но и просто ценителей горных пейзажей и отдыха на свежем воздухе. В этот зимний сезон здесь решили отличиться количеством развлекательных программ и горной зоной, спа и многочисленными фестивалями и концертами. На следующий год мы уже планируем сделать первые шаги по объединению зоной катания «Роза Кутер» и «Газпрома» через «Альпику-сервис». Ну и там к ней присоединится уже, к «Альпику-сервис» присоединится курорт «Красная Поляна». Сейчас активность пока не очень большая, люди там примеряются. Это мы в основном открылись для тех, кто находится там в регионе, кто может с края приехать, кто из Сочи. Поэтому сейчас там примерно до двух тысяч лыжников у нас на курорте находятся. Что мы ждем на зимний сезон? Ну, слушайте, статистика, которую мы уже имеем, да, это примерно, она достаточно стабильная, это примерно там порядка 700 плюс-минус тысяч лыжников мы думаем, что нас за зиму посетят. Чтобы отдых был не только насыщенным, но и комфортным, с 28 декабря в горном кластере Сочи начнет работать оперативный штаб. Он будет следить за координацией работы курортов и служб, которые отвечают за инфраструктуру. В оперативный штаб войдут представители региональных и краевых властей. Уже приведена в полную готовность уборочная техника, решены вопросы по работе общественного транспорта, снабжению кафе и ресторанов, а главное – безопасности туристов на склонах. Руководитель оперативного штаба вице-губернатор Василий Швец потребовал жестко пресекать катание вне оборудованных трасс. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству, авторские изделия, аксессуары, ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря «Жемчужина», вход свободный. Сто дней на посту. Чуть более трех месяцев назад Алексей Копайгородский вступил в должность мэра Сочи. Сегодня глава города подвел итоги своей работы за это время. Он ответил на вопросы журналистов федеральных, региональных и местных СМИ и даже провел для репортеров экскурсию по городу. Расскажет Ольга Десятого. Всем доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня Алексей Копайгородский в необычной для себя роли проводит экскурсию по центру города для журналистов федеральных, региональных и местных СМИ. Побуду немного вашим гидом. Для меня это тоже впервой. Город знаем хорошо, но в роли гида выступаем сегодня первый раз. Мэр Сочи рассказывает историю парка Ривьера, в том числе и о том, как изменился парк за последние три месяца. Там уже снесли лишние ларьки. Торговые павильоны убрали и с набережной. А в перспективе планируется объединить пляжи Ривьера и Маяк пешеходным мостом. А уже сейчас идет работа по созданию концепции развития парка. Там сейчас приводится все к единому архитектурному облику. И самая главная концепция до конца весны 2020 года будет разработана концепция на основании пожеланий наших жителей, граждан. Реконструкция парка Ривьера – это лишь один из десятков проблемных вопросов, которые Копайгородскому удалось решить за 100 дней. Именно столько он на посту мэра курорта. Сегодня с журналистами подводят первые итоги работы. Репортерам десятков СМИ со всей страны глава города уже пешком показывает центр Сочи. Ну а после дает небольшую пресс-конференцию. Копайгородский отметил, что с первого дня работы он объявил курс на максимальную открытость власти и диалог с населением. Каждую неделю в каждом районе сходы граждан. Мэр проводит и личные приемы. Решение социальных вопросов во главе угла. Первое – это забота о горожанах. Вы сами знаете, что остро стоит вопрос о том, что у нас есть серьезная нехватка школ, детских садов. На следующий год уже будет строиться 4 школы, 4 детских садика. И, конечно же, упор, первая задача – это упор на социальную политику, на проблемы наших жителей. Сейчас в городе продолжается ревизия земель. Идет поиск участков для строительства школ и детских садов. Еще один важный вопрос – это благоустройство. В Лазаревском районе отремонтировано 5 мостов. Открыт новый сквер. Сразу в нескольких районах появились спортплощадки. Готовится и проект реконструкции центральной Приморской набережной. Поступает просьба от всех жителей, от всех гостей, что набережная должна быть открытая. Уже создана рабочая группа. Эту рабочую группу сам возглавляю. И туда привлечены все необходимые специалисты, для того, чтобы оценить как раз и земельные вопросы, и мощные вопросы, которые уже долгие годы находятся на территории нашей дорогой набережной. Кстати, рассказал мэр, в администрации объявили конкурс на должность архитектора курорта. Хорошего специалиста и ищут по всей стране. Журналисты спрашивали Копайгородского об итогах курортного сбора, подготовке города к горнолыжному сезону и о развитии туризма. Задали и вопрос о самовольном строительстве. На сегодняшний день выдача разрешений и строительства на территории города прекращено, пока не будет наведен порядок в градостроительном плане. У нас с 1 марта будет утвержден уже совместно с жителями, с нашими правилами землепользования и застройки. Уже за этот год снесено 19 домов. 12 домов мы снесем в следующем году. А еще за последние месяцы больше трех тысяч дольщиков получили ключи от долгожданных квартир. Еще из итогов работы Копайгородского в должности мэра. Принято решение о демонтаже досмотровых павильонов на ЖД вокзале с обустройством парковки. Идет ревизия мостов в поселках. Также в городе составлен реестр рек, которые несут угрозу во время дождей. Ведется работа по расчистке их русел. На контроле и вопросы канализования. На Адлерских очистных закрыта проблема переработки илового осадка. На очереди в Зугинские. А еще в 2020 году по решению мэра сразу два музея истории и Островского ждет ремонт. Одним словом, за 100 дней работа проведена колоссальная. Здесь 24 часа в сутки мы работаем. Работают мои коллеги и все, кто находится со мной. Потому что поддерживать вот эту красоту, этот порядок, этот прекрасный, красивый город, это достаточно трудоемкий и серьезный процесс. В следующем году начатая работа будет продолжена. Как отметил Алексей Копайгородский, вопросов предстоит решить еще очень много. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Водоснабжение в Красной Поляне теперь будет стабильным. Накануне был запущен новый водозабор на реке Бешенко. Этого запуска ждали 6 лет. Водозабор на реке Бешенко в Красной Поляне был построен еще до Олимпиады. Но в эксплуатацию его так и не ввели поселок. И все горнолыжные курорты снабжались водой от водозабора на реке Мзымта в районе поселка Эстасадок. И на пике зимнего сезона постоянно возникала угроза дефицита воды. Провести пусконаладочные работы на этом современном комплексе удалось с приходом нового главы города. На все потребовалось 3 месяца. И вот вода пошла по трубам. Вода отсюда подается в резервуары. Там уже обеззараживается и идет потребителям. Здесь у нас показана как раз система горловина скважины. Подается в сеть. Обводная линия для сброса. Расходомер, на котором мы в данный момент видим, что мы подаем порядка 85 кубов в час. И система управления. В принципе, весь принцип здесь. Ничего сложного, тяжелого нет. Мощность нового водозабора – 11 тысяч кубометров воды в сутки. На нем установлены 12 скважин, два резервуара чистой воды и одна станция водоподготовки. Уникальность водозабора в том, что он позволяет значительно экономить электроэнергию. Объект находится в горах, и вода спускается по системе самотеком. Запаса мощности, утверждают инженеры, хватит на 10-20 лет. Так что поселок Красная Поляна водой обеспечен. А горнолыжные курорты будет обслуживать водозабор в Эстасадке. Причем система обоих комплексов закольцована, и при необходимости воду можно перенаправлять на те участки, где возникает наибольшая потребность. Дед Мороз сменил сани на автобус. В сочинском общественном транспорте сегодня весь день звучали новогодние песни. Весело и с музыкой дожидались своего автобуса на привокзальной остановке сегодня многие сочинцы. А все потому, что Дед Мороз со Снегурочкой тоже решили воспользоваться общественным транспортом. Так как мешок с подарками главный зимний волшебник еще только собирает свой проезд, сказочные персонажи оплатили песнями. Вот только уносил, а точнее увозил героев и пассажиров в городской автобус, но недалеко до следующей остановки. И так с пересадками Дед Мороз со Снегурочкой исколесили весь центр города и подняли настроение сотням сочинцев. Теперь настроение вообще шикарное. Дочка, вот такие глаза. Дедушка Мороз с нами едет. Дедушка Мороз пела песенку, смей, елочка, бай-бай. Мороз слишком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз слишком укутывал, смотри, не замерзай. Первый раз такое вижу, попало как раз первый раз. И очень приятно, впечатляюще. Здорово. Просто здорово, правда. Что пусть это каждый год повторяется. Очень приятно и нам, жителям, и гостям. Вообще, если честно, вообще в шоке. Такого не было. Я первый раз такое вижу. Приехал в первый раз в Сочи, увидел вот такие классные мероприятия и хочу, чтобы у нас тоже в Перми такое было. Я вообще такой по жизни позитивный, веселый человек. И вот когда такие люди мне встречаются, я их всегда поддерживаю. Спасибо. Мне это нравится. Братцы. Давайте еще одну. Веселее живется и как-то спокойнее на душе. Прекрасные впечатления. Большое спасибо за поздравления. Да, поднимает настроение вообще супер. Классно. Приехали все с настроением, но вы шикарно нам его подняли. Вообще супер. С наступающим. Всем здоровья и счастья в новом году. Супер. Деда Мороза и Снегурочку сочинцы увидят еще не раз. 31 декабря пройдет праздничный забег. Бегом в новый 2020 год на дистанции 3, 5 и 10 километров. Главное условие – дресс-код, карнавальный костюм и регистрация на сайте спортклабсочи.ру. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Гранд-ателе «Жемчужина» открылась выставка-ярмарка «Кубань. Рождественский базар». Особой популярностью пользуется стенд компании «Икра и рыба Камчатская». Там можно купить рыбные деликатесы и красную икру. Эти продукты украсят любой праздничный стол. Хоть Сочи и находится на берегу моря, но таких деликатесов здесь точно не купишь. Например, вот такую свежую чавычу, слабосоленую, горячего или холодного копчения. А вообще, на выставку «Рождественский базар» в Сочи компания привезла более 45 видов рыбы. Белорыбеца, очень нежная, вкусная, неповторимый вкус. Корюшка, зубатка, палтус, нерка. Большой выбор, более 45 видов рыб у нас. «Мы коптим из свежего сырья, не из замороженного. Это позволяет сохранить все полезные свойства». Рыба только натурального копчения. Коптят её на вишне, ольхе и яблоне сразу после вылова. В Сочи деликатесы привезли самолётом прямо с Камчатки, но несмотря на большое расстояние, без глубокой заморозки, чтобы сохранить все полезные свойства продукта, витамины и микроэлементы. Ну и какой новогодний стол без красной икры? Здесь можно купить икру чавычи, слабосолёную, крупнозернистую. Компания «Икра и рыба Камчатская» ждёт своих покупателей на выставке «Рождественский базар» до 22 декабря с 10 до 18 часов в гранд-отеле «Жемчужина». Наступает пора детских утренников и корпоративных праздников. Чтобы довольными остались и дети, и взрослые, стоит заглянуть в магазин «Любимый». Новогодняя атмосфера царит в воздухе. Самое время задуматься о подарках для близких. Магазин «Любимый» на Горького 58А предлагает новогодние подарки из конфет. Выбор огромен. Конфеты вкусные и свежие, а начинки – необычные. С отборными орехами и мармеладом, со сгущённым молоком и карамельной крошкой, со свежими ягодами и суфле, йогуртовой начинкой и сливочным марципаном. Помимо традиционных конфет «Алёнка», «Мишка Косолапы», «Каракум» есть много интересных новинок. Вы пробовали конфеты с шариками «Эмэндэмс» или со вкусом сыра маскарпоне? Обязательно стоит попробовать. Есть лимитированные новогодние коллекции конфет, которые украсят праздничный стол. Магазин «Любимый» предлагает огромный выбор разнообразной упаковки. Подарки формируют оптом и в розницу по оптовым ценам. Форма оплаты любая. Предусмотрены скидки и подарки. Магазин «Любимый» на Горького 58А работает без выходных с 10 до 19 часов. Телефон 918-392-40. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск Новосибирск